Спирит. Посмотрим, как он у эфира пойдет. Что ты рисуешь? Нет, это можно так следить. Вот ты просто берешь героя, выбираешь любого, так наводишь на него мышку, держишь на месте, на героя, и зажимаешь просто Ctrl. И ты видишь, как герой идет. Можно видеть, как он стопит. Видишь, так как у тебя движется мышка, так же движется он. Круто! Видите, как он стопит. Видите, по какой дуге? Нетрезвый генерал. Генерал для того, чтобы поступить, да? Это интересно. Можно наблюдать за гангами, можно зажать и вот так вот всю игру просто следить за лохой, которая идет гангой, как бы, да? Как он будет бежать, куда он там завернет, куда он пойдет. Генерал, ну тут с Кабаном, конечно, трудно. Пошел станчик. Есть также даггер. Ну, вряд ли. Крипы уже подошли, на самом деле, поэтому генерал-то особо отходить и не собирается. Какие куски он... А, тут еще! Тут еще ноуфир прикатил. Вышка начинает расстреливать. Генерал еле живой. Фейри фаер. Йоку слишком далеко. Залетает еще стан, но Йоку здесь выживет. Одной тычки буквально не хватило, кстати, фласки у нее нет, но никто на помощь не пошел. Где сейв ТП? Сейчас беда, Йоку пришел отдаваться нейтралов, а нейтралов нет. Сами же заблочили. И что делать надо? Не будет, не будет отдаваться нейтралам. Пойдет он действительно обратно на линию. Ну вот сейв ТП, я так понимаю, ни у кого не было, правильно? Ни у кого не было, конечно. Ну, вообще, вторая минута, поэтому редко кто-то в кармане имеет сейв ТП, да и вряд ли ожидал бистмастера, потому что у него три человека на лыне окажется. Если с двоими он еще бодался нормально, а то третьего он явно не ждал. Арт-стайл с Вуду Ресторейшном. Просто начинает тикнуть. Ну, Фьер в Дэнди заехал, а это недалеко было. Это был фраг. Да ладно! Нет, все-таки есть фраг Дэнди, залетает последняя тычка. А что это было? Ты знаешь, я очень часто вижу вот у наших команд, на этом герое такое получается, когда он стоит вот сюда, помнишь, мы комментировали, человек в четверых вот сюда вкатывался. Я просто не понимаю, на что была надежда, ведь доктор практически фуловый, квапа имеет второй даггер, даже если она кого-то втыкает. Делать блинк в один конец, нет, очень странно было на самом деле. В итоге счет равняется. Ну, подфидом немножко на эфире, ничего страшного. Баланс фида соблюден, все как положено. Да, у нас все работает, все по накатанной. Так, ну мы продолжаем наблюдать. Дитя Ра в легкой линии стоят против Бэтрайдера by FNG, FNG против W-Tiny Visp. Я не думаю, что у него довольно много опыта. У него и так в оффлейне опыта немного, а вот стоять против W-Tiny Visp, я уверен, его прям мало. И надо быть здесь поосторожнее, Артем, потому что могут и навалять, скажем так. Radiant Courier has been killed в миде. Год отдает себя в размен на Курьера. Но эфира тут еще настреливает Дэнди. Очень неприятно. Боже, какие куски-то от эфира отлетают. Ну вот насколько качественный размер, размен себя на... Там Дитя Ра погибает на ботами, на нем 6 стаков, догорает его просто FNG, с нейка пытается сделать паут, делает на нем тоже 5 стаков. Вот тебе неопытный FNG. Неопытный, да. Я только хотел сейчас сказать, что обычно FNG очень аккуратно играет на оффлейнеров, он старается не умирать. Ты что, насмотрелся на генерала за последние дни, говорит, слушай, этим героем его коважет. Слушай, он вот так вот может лететь, даблу бить и дабле больно. И он еще может отлетать от Эваланша и так далее, и так далее, и так далее. Так что почему бы и нет? Надо наглеть. И наглеет. Молодец. Учится FNG, учится быстро на оффлейне играть. И это хорошо. И, кстати, Алоха подставляется под кабаной. Очень больно ему делает генерал, но до конца он не пошел. Топоры у него не качаны. Он понимает, что надо бить только с руки, и до конца ты не побежишь. Ну, там крипы уже подходили, он просто побоялся, что его сейчас встретят и могут размотать. Опять же, Лоша там в заряде, ему какую-то гадость. Генерал погиб. Да, будет неприятно. Герой, конечно, плотный, герой крепкий, но куда-то лезть слишком далеко и разменивать фулл хп на какую-то призрачную надежду сделать фраг, это такая себе идея. Намного лучше постоять по таврам и получать немножко экспириенс. Как бы четвертый левел уже есть, скоро будет пятый, линия подпушена. Крипов бей, никто не мешает. Здесь крипов уже почти убитых. Все ок, у генерала. Он знает, что делать на этом герое. Понятное дело, ему тут ничьи советы не нужны. Да, посмотрим. Каково стоится Дэнди в медле? Без Курьера, если что. Курьера не потеряли. Год имеет Боттл. Дэнди почти пятый уровень. Есть Кулдснэп. Да, ну, в год вроде никто хотел, пытается спину выйти Арцел, поставил Варт на Вижн. Ну, что год, 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 год. Разминает его в форге, заставили отпрыгнуть. Не так легко года в миде принять, да, вот Арцел понимает, что черт, почему у меня ничьиен, мне так не очень легко. Хотя два асиста у него есть на четвертой минуте. Нормально, Ваня, где рождение празднует, все окей. Как оно в свое дирижение, сидит весь день, шпилить, эх, или комментировать, прям как-то не очень круто. Да нормально. А ты-то в свое дирижение не будешь комментировать, так что ты-то можешь себе говорить, а мне-то придется. Ты будешь комментировать в мое дирижение? Нет, не в твое, в свое. Я думал, что в мое решил комментировать. Нет, в мое дирижение в этом году первый день интернешнл 6-го. О, открытие интернешнл празднуем. Кайф. Такое. То, что надо. Ну, в прошлом году было закрытие, в этом году открытие, все нормально. Вот Ваня катает. И пока катает успешно. Вот опять-таки, мы уже сказали, финал Лузеров, его команда уже ему подарила завтрашний. Посмотрим, как будет с выходом на Дримлигу, потому что, напомним, еще одну карту хотя бы нам и выигрывает. И они гарантированно едут в Стокгольм. Ну, слушай, по статистике, которую мы смотрели на Дотобафе, это, по-моему, Ваня сам себе дарил выход. Ну, да. Я попросил у вас принести мне подарок, а вы открыток навалили, сам себе подарок сделаю, да? Бессовестные. Хоть бы конвертик какой-то подарили, а то говорят, Иван, вот тебе поездка в Стокгольм. Он такой, у-у-у. Типа, круто. Так, год, мидия, задумал крипа еще, тогда интересно. Можно погнаться за виспом, булыжник попадает, пацанейка, пошел дальше, санейка, четыре стака уже есть, сейчас может быть пятый, но пока ФНГ чего-то идет. Он, кстати, сейчас подабл-авенш, может ФНГ подставится, если вылезет из инвиза, но он решил просто сгореть в инвизе санейка, и у него это получается. Санейка погибает, дитяра, полетели стаки на него, он тос делает на месте ФНГ, конечно, а слушай, они его не убьют. Не хватает, не хватает, да, там он стики скушал, еле живой здесь, но у Фьера еле живой ФНГ уходит, но опять ни одного ТП нет. Нужно, чтобы кто-то прилетал, нужно, чтобы артстайл отзавелся с видком ТП, и периодически вот эти каски под вышкой, они могут очень сильно зарешать, тем более уже второго уровня. Надо, чтобы кто-то прилетал, нельзя так просто отдавать возможность своих ребят под Т1 пинать. Года, они не смогли засыпать. Года попробуй поймать. Шестой левел есть у него, так что можно уже ожидать в ближайшее время какие-то веселые Суник Вейвы. От Брагина кому-то в лицо. Ждем, ждем Дэнди в миде тем временем 32 на 20, в время как у Года 19 на 8, проигрывает очень сильно, но Года и двигается по карте, в то время как Дэнди в принципе Абль с того времени находится именно здесь и никуда не уходит, так что можно объяснить этот крепстарт, но есть у Виртуз Про Йоку, у которого все очень круто. Так, артстайл, кабаны словят, и это минус Йоку. Отлично, артстайл вместе с генералом хороший фраг. Как же перемещается-то по карте Иван, а? Миде, Миде, Дэнди, горят на него, есть ТП, вкатились, Дэнди будет ли под сейв, артстайл пытается выхиливать, хватает ли это выхила. Работает, 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 вуду ресторейшн, хватает более чем, засыпают, здесь ФНГ будет ли на вес, пока форги, да, расстреливают, да, ФНГ здесь скорее всего погибнет. 40 хп осталось. Дэнди по 4 стаками. Санстрайк есть у Дэнди, теперь ФНГ надо конечно выворачиваться, здесь ну фир, напали опять на Дэнди, 5 стаков на нем, Санстрайк Дэнди под себя просто бросает и делят, делят дэмэдж, артстайл теперь тоже огромные проблемы, тут же год, отличный ультимейт, и дитяра, конечно, с Эваланшем, но а что он тут бедный сделает, ничего он тут не делает. Присыпал на ульфира неплохо хотя бы одного забрал, да, закупает сейчас свиток ТП, погибает, дабл килл от Йоку, моментально он вернулся в драку за счет ультимейта, за то, что его забрали на ТОПе, и в итоге да, хороший шестой уровень, очень хороший, слушай, а работу, кстати, ультимейта, квапы надо немного пересмотреть, но смотри, это же Sonic Wave, надо же сделать так, чтобы наносился бонус дэмэдж, когда он попадает в бок герою, то есть, в ухо, в ухо, да, непосредственно, это же звуковая волна, а фейслис войду как? На что фейслис войду? У них же нет ушей, у них же нет лица, ух, нет, ну фейслис войду не наносят дополнительный урон, все же логично, нет ушей, нет дополнительного урона, у остальных-то ушей практически. А виспу тоже нет ушей? Это шутки из разряда нет ручек, ни к мультикам, да? да, это черный юмор, на самом деле. Я понял, хорошо, а это не черный юмор, нет ушей, нет дэмэджа. так наоборот хорошо, как бы бонус небольшой, но у нее и так ушей нет, еще дэмэджа. Ну, тогда люди начнут рисовать в воркшопе шапки разные, которые будут закрывать уши. Пусть, беру уши, ну вот виспу можно беру уши, виспу хотя бы пусть лицо нарисует какое-то, чтобы понимать, где у нее вперед. Нет у нее тернрейта, он радуется, боже, Санейка, ой-ой-ой, как же неприятно, сейчас встревет здесь Санейка, он не знает, куда ему это звернуться, только сейчас улетает на тележку, но ФНГ, конечно, постарается как-то еще подогонять, у Санейка там не особо много маны, но тут уже вряд ли получится. А ты вообще видел, что случилось, Санейка, что у Крипы заблочили? Ну да. Просто пришли два сатира и заблочили. Стояли, не отпускали, вряд ли не пойдешь. Это нечестно, кстати. Что тут нечестного? Пришел в чужой лес, пытается... Это же нейтральные Крипы. Пришел, то есть, в свой лес. Ну да, ну и что нейтральные, ну так а что он лезет на нейтральную территорию? Это как, знаешь, это как в нейтральных водах спрыгнуть и говорить, что эти акулы за мной плавают, это же нейтральные воды, и я тут ничего, они меня трогают, я же на них не нападаю. Ну да, ну да. Пришел в среду обитания? Отвечай. Акулы хищник, а сатира вроде как нет. Или тоже хищник? Ну, ты знаешь, меня на биологии не учили сатиры. Сатиры не рассматривали? Я предлагаю вести сатиры. Да, сатиров, да-да-да-да, действительно. Вот их громоящеров надо, каменных големов, всех надо обязательно обсудить. Ча, кстати, странно, потому что в доте нет агрессивных крипов, которые сами на тебя нападают, когда ты заходишь в определенный рейндж. Да, раньше это было. Да. Это было прикольно. Были красные и зеленые, красные на тебя нападали. Это, кстати, круто. Да, потому что, типа, ну, как-нибудь урса там сразу сагрилось. Это же дикий медведь, по сути. Ну да, ты ходишь, пойди в лес. Пойди мимо урсы в лесу. Да, конечно. Маша и медведь. Генерал, генерал нападает сейчас на кого-то, и видят они Алоху, и это минус. Очень хороший тайминг. Алоху еще живет, вот он, кстати, засейвится. Вот артстайл-то здесь точно минус. Он уже погибает, запрыгивает год. Генерала отсюда тоже не отпустят. Должен быть на нем сейчас третий стак. Бэтрайдер еще и дитя Ра подцепил. Держит его все это время, пытается запустить виска. Ой, как плохо. Тут может быть вполне минус 3. Генерала должны добивать. На генерале висит урна. Надо вкатываться в ноуфир. Ой, хорошо. Феймбрейк и сбрасывает он в граун. Урна, урна. Дотикивает, добивает генерала. Но я думал, что будет хуже. Я думал, что добьют либо Санэка, либо Дитя Ра. Но в итоге добили только генерала. Так все равно минус 2. Все равно минус 2. И очень неплохо, с учетом того, что этот ганг был за счет рора. Алох оказался какой-то слишком жирный. Ой, слушай. Санстрайк. Боже, боже. Эти мансы просто. И обошел все-таки место для Санстрайка. В миде. Йоку. Калдснэп. Очень больно. Висп раскрутился. Йоку пытается убежать. Будет поцейвать Алохи. Зря. Очень много сейчас потерял. Не ожидал, конечно, что столько дэмэджа в него залетит. Он Киллинг Спрей отдал. Так что это такое. Да. Ну и инвокер. С Мидасом. 1600 на руках. Не покупает. Пока Барабаны Дэнди активно пушат вышку в медле. Полтавра уже нет. Фортификейшн пока не нажимается. Хотя вот сейчас нажали. Ну и бежит сюда понемножечку. А там Дитя Ра в это время размотал в соло Квинн оф Пейн. Не знаю, как это получилось. Даггера у него нет. Разве что у него была руна инвиза. Может быть. Это какая-то очень грубая ошибка. Руна инвиза не была. Да, вроде как. Не была. Это какая-то просто грубая ошибка от года получается. Вот так вот умирать это совсем не круто. Понятно, что он подставился под дабл эвеллендж. Ого. Вот это вот очень неприятная смерть. У него сейчас просто даггер будет на самом деле у Тинни. У него 2100 на руках. Ну да, еще и тавр упал. А нет, он решил барабаны собрать. Решил барабанчик. Хотя странно. Барабаны более дешевый артефакт. 2250 на руках не факт, что будет в ближайшее время. А тут уже было. Ну, надо быть сильнее. Надо быть немножечко ему жирнее. Надо иметь хп. Надо переживать драки. Я тут посмотрел на творцы, которые я включил. И я вижу, что у Дэнди-то 6000 и Hand of Midas с такими темпами у этого инвокера будут так. Так будут такие артефакты. Минутик там. Так, ФНГ. Даггера нет. Весь пульт. Спектры. Санейка должен моментально погибать. Соник Вейв по нему не прошел. Но под Дэнди прошел в полную мощь. Ну, но Фир пытается убежать. Его там побило немножечко форгидами. Но есть под сейвы Талохи. А только-только я сказал, что у Дэнди все будет хорошо. Но Дэнди пошел в полную. Дитера, дитера, горит. Ой, да ладно. Бежать, бежать, бежать его дальше. 10 стиков. Лучше не надо дальше бежать. Потому что сейчас ФНГ могут здесь и подразменить чех с остальной командой. Да ладно, тут же команда. Есть ФТП. Дитера на развороте. За ФНГ засыпает его. Артстайл. Каска полетела. На Тауэр тоснули. ФНГ погибает. Булыжник. Что дальше? Кто еще хочет? Блин, вот ошибается. Вот, кажется, все правильно делают. Но маленькие-маленькие такие мелочи не могут. Ну, не надо идти дальше. Вы сделали идеальные два минуса. Все. У вас КД Соник Вейв. КД Ульта Спектры. Просто отойдите. Слишком хочется. Ну, хорошо. Ну, заберешь ты-то выйти. Это называется излишнее желание. Просто излишнее желание пойти вот прям сейчас, пойти, пойти, задавить, растоптать. И, блин, теряется много. Тауэр опять растоптал. Излишнее желание заканчивается излишними смертями, я так сказал. Потому что очередная отдача от Спектры это очередная Спектра, у которой ничего не будет. Вот у нее просто ничего нет. У нее есть барабаны, фейзы и урна. Она статовая, да. Но до Рейдинса мы видим, что тут очень много. До Диффузов Маха Стайла столько же. Нужен какой-то внезапный триплкилл. Пытается что-то сделать науфир. Ну, а что же он здесь делает? Тавр-то сейчас упадет, скорее всего. Возможно, он пытается сденаять. Вот арт-стайл пошли каски, обкрипа удаляются. Ударяются об ноуфира, но вышка падает. Есть ТП и будет пытаться гнаться. Может быть... Нет, никто не будет пытаться здесь гнаться, здесь нет смысла. А тем временем Квапа погибает в соло. Что происходит, год? Не знаю, что происходит с годом. Первый... Нет, вторый, извините, Некра. Ну, окей. Здесь я понимаю, как он умер был. Первые, первые Некрачи. Подожди, это первые. Да, это первые Некрачи. Сорее, мне показались какими-то слишком большими. Они с первыми Некрами генерал через ультимейт забирает Квапу. Там, конечно, самстрайк, скорее всего, был от Денди, наверняка. Но, тем не менее, Квапа без Даггера от Бисмастера не должна подставляться. Блин, ВП так хорошо все делает, так четко ловят Денди вместе с Санейко и потом просто идет снизу Закидон, под Тауром Закидон и под своим Т2 Тауром. И три просто соло-фрага на равном месте зарабатывает Нави. Ну, блин, они отрываются сейчас. Уже более 5000 преимуществ, а у них 4000 экспей. При том, что ВП не проваливались, ВП делают все хорошо. То есть не было какого-то глобального в, не знаю, там... Закидона не было, но вот эти маленькие ошибки, которые вырастают в большие проблемы, скажем так. Макроигра у них хорошая, но почему в микромоментах такие ошибки? Черт, соберитесь! Мы хотим равной битвы, а то сейчас опять Нави наберут 10 преимуществ, я пойду в базу ломать. На 20-й минуте. Черт, побери. Мне додают Доту посмотреть, домой выгоняют слишком быстро. Слышала бы тебя жена сейчас. Она меня слышит, скорее всего. Готовься тогда. Домой выгоняйся слишком быстро. Т2 Tower на топе. Черт, что-то я сейчас задумался. Задумался, да. Блин! Блин, гоплык. В вареничную пойду кушать сегодня. Т2 Tower будут, скорее всего, забирать Нави. И опять-таки, будет ли диффенс от Virtus.pro? Слабая спектрам? Девятый левел? Есть ли смысл врываться? Есть только, если будут очень битые. Не надо туда врываться 100%. Там Death Ward уже готов у Artstyle. Сбивать пока практически нечем. Очень трудно будет попасть. Поэтому нафиг оно надо. Ой-ой-ой, ты смотри, сейчас как в миде. Если генерал повернет налево, если генерал повернет налево. И генерал развернись, развернись. И в Йоку ультимейт залетает. И Sun Strike тут же летит в Йоку. Сюда же летит релокет. Это минус Йоку в очередной раз. А тут релокет и не нужен был. Кстати, Санэко прилетел один. Ну, вот он так вот залетал, чтобы генерала на случай чего забрать, если вдруг здесь движуха Pepsi начнется. Он его, кстати, отсюда и заберет. Нет, не заберет. Мда! 11-10. Очередной соло-фраг. Опять-таки, казалось бы, без какого-то супер-макрозначения на всю игру без влияния. Ну, блин. На самом деле влияет очень сильно, потому что Спектра-то ничего не собирает. Мы продолжаем за ней наблюдать. У него айтемов нет новых. А Спектра-то упор, скажем так, на эту игру. Мы видим, как разгоняется инвокер с Мидасом. У него уже Юл есть и полторы тысячи сверху. Третий Некрачи готовы у Бестмастера. Ну, у всех какие-то айтемы появляются. Смог видит Дэнди. Ой, как хорошо реагирует Дэнди. Дитяра здесь. ПНГ ничего не успеет сделать. Моментальный, это минус. Папа, отлично, ультимейт. Но фир хорошо оборвался. Магнетайз очень много демиджа наносит. Под хилла хватит для команды. Наверд, пытается хилить со всех сил. Это уже минус 2. Йоку погнался за Дэнди. Дэнди будет ли на развороте. Пытается что-то сделать. Тос еще. Аллоху на голову Дэнди. Это минус 3. 3 в 2. Отлично, подрались. Но генерала тут вряд ли уже цепанут. Потому что рядом Дитяра. Йоку, развернись, ты же сейчас умрешь. Он же сейчас умрет здесь. Подожди, подсейв есть? Да, подсейв конечно. А вот Дитяра не факт отсюда, что уйдет. Нет, нет, генерал рядом. И через 6 секунд у него ультимейт. Они пойдут в атаку. Висп уже здесь. Будут догонять. Кого же они будут догонять? Аллоху точно догонят. Аллоха точно отправляется в таверну. Тоса там хватит. И генерал бежит дальше. Блинка у него нет. Поэтому больше. А, есть Йоку. Йоку. Санстрайка пока нет. Висп рядом. Залетает в Тафенг. Есть лассо. Потащил генерала. Висп пока живет. Отличная засыпка от Дитяра. Еще и на вес. Но все выживают. Третий Некрачи откатываются. И у Ноуфира здесь шансов просто не остается. Потому что его зарубят. Топоры в догонку. А теперь еще подраться можно с оставшимся Йоку. Боже. Йоку. Это может быть еще один фраг. Йоку бежит. И в Санстрайк бегает. В Йоку минус 4. Как же хорошо Нави пошли в ответочку. Какая ответочка? Опять в Virtus.pro решили погнаться за одним пацаном под Т1. Зачем? Вы сделали идеальную драку. Идеальную. Просто отойдите. Все здорово. Вы забрали. Потеряли ФНГ. Да черт с ним. У вас спектра наконец-то начала набирать какие-то артефакты. Просто отойдите. Но почему работает вот этот безбашенный скинь. И этого еще. И этого еще. Это весело смотреть. Да. Спасибо командам. Это круто. Весело смотреть. Но все-таки это ошибки, которые не прощаются. Понимаешь, это пока что не особо крупный. Турнир. Прикатывается. No Fear. И No Fear моментально просто погибает. Спектра Ультанула пытается убить Санейко. Подымает здесь ФНГ. ФНГ не успеет, скорее всего, ничего сделать. Да, отгоняет его. Пошел Дезвард просто в голову у ФНГ. Артстайл он только сейчас сбивает. Но Артстайл здесь подхиливает. И ФНГ ничего не может сделать. Ой-ой-ой. Встрелит там ФНГ. Его добивает. Просто это минус 2. Генерал, если догонит Алоху. Нет, он забил просто на Алоху. Они идут добить Рошана. Не хочу быть фаталистом, но по-моему все. По-моему, Гудгейм. Да, ты не фаталист сейчас на самом деле. Потому что я еще раз говорю, что у керри команды Virtus.pro нет айтемов. Он не может ничего сделать. В то время как Тинни набирает сбешенную скорость. У него уже есть Аганим, Барабаны. Вуду Ресторейшн и Висп. Да, там на самом деле надо выдать огромное количество дэмэджа. Возможно, когда угодно появится Орчид, он сможет затыкать хотя бы Вич-Доктора. И сбривать Соник Вейва, Виспа и его. Возможно, что-то изменится. Пока убить кого-то очень трудно. Есть Вижна от птички по Алоше. Также контролит, конечно, птичками всю карту. Будет ли Тинни прыгать сейчас на Алоху. Должен он прыгать. Алох пытается подсейвить себя и правильно все делает. Ну и уйдет отсюда. Все нормально. Минус год. Где? Соло килл от Дэнди. Ну хватит. Через ветра. Через ветра. Санстрайк. Дефининг Бласт. Да. Без шансов для года. Третий раз за игру. Или даже четвертый раз за игру умирает Серега просто в соло. И передумывает он покупать облимин стаф. Он будет собирать БКБ. Возможно, правильное решение. Потому что против инвокера ему по-другому базаться очень трудно. А инвокер имеет уже даггер. У инвокера 1300. Если он доберется вдруг до Ганима или Хикса, тут вообще без вариантов будет. А он сейчас очень быстро вынесет артефакты. Да, кстати, он даже не на первом месте уже идет. Потому что Дитяра имеет огромное количество также денег. Ну и под Тавр. Можно на Йоку опять прыгать. Можно. Прям легко можно релокейт делать. Вот он Юл. Вот он релокейт. Вот он Форгиды. Вот он Айсволл. Залетается до релокейт. Тут, конечно, Фанг и Алоха рядом будут сервис. Лакс, слушай, это плохо. Это плохо. Санейка. Разолтеза. Санейка сейчас может умереть. Санейка погибает. И это очень неплохо. Ну... Хотя бы одного забрали. Вуду Ресторейшн. А вот теперь... Дэнди горит. Дэнди погибает. Ставится Дезвардер. Стайл может погибнуть. Но работает Вуду Ресторейшн. Поэтому он живет. Еще у Каски успевает кинуть. И Йоку тоже отправится в таверну. Скорее всего. Хотя бегает. Да ладно. Они все просто битые. Кабаны его добивают. Вот это драка. Это могло быть 5 в 5. Красные. Дитяра. И Генерал уходит отсюда. В итоге 3 в 5. Драку выигрывает. Команда Навик. И как же работает этот чертов Вуду Ресторейшн. Да. На самом деле Висп там немного с позиционкой потерялся. Он почему-то решил уйти за Т2. Если бы он пошел ближе к своей команде. Возможно и Вуду Ресторейшн его бы зацепил. Это соответственно очень много хила. Но посмотрим. У него скоро будет своя Мека готова. У него Баклер в кармане. Хедреска также имеется. Остается рецепт. Вот с Мекой его намного труднее будет убить. Да. Ну и Тинни получает очередной пак денег. У Генерала почти рефрешен уже. С темпами. У Генерала есть уже один Персеверанс. Второй Персеверанс на подходе. И у Генерала прям все очень-очень хорошо. 12,3 регена в секунду. ХП это очень жестко. Ему на самом деле и на базу ходить не обязательно. Да и Маныш 6. Ему вообще ничего не надо просто. Да. Дэнди. Пойнт Бустер. Пошел. Ваганим. Да. Здесь конечно Сергей дает очень крутые Соник Вейвы. К этому претензий быть не может. Чуть поменьше соло смертей. И было бы все вообще замечательно. Фрагов ему не достается. Ассист по большей части. 1,5,10 у него. Минус Бэтрайдер. Ну через Релокейт или так? Да. Через Релокейт. Залетели и шансов в принципе не оставили. Генерал стоял битый. Байтил на себя. В итоге дал в Линка ультимейт. А дальше Титяра разобрались вместе с Соник. 2000 голды сверху у Тини. Яша есть. Скоро будет Манта. С этого всего Генерал продолжает искать. Ортстайл. Еле живое. Подрубает Вуду Ресторейшн. На топе тем временем Йоку. На топе тем временем Йоку. Какая-то проблем не, наверное, будет. Хотя нет, слушай, Йоку пустили. Спасает здесь Сонико Артстайл. Моментально он становится флоум. Уже 11 уровень. Покупается Огрклаб. Скорее всего это будет Блэккинг Бар. Вряд ли он будет рашить Аганим. Йоку может сейчас и подставиться. Они его там реально будут пытаться убивать. Он уходит и понимает, что его видят. Боже, беда. Начинает его бить Дэнди. Точнее пока словить. У Йоку проблемы. Йоку зажимается. И до Йоку тиммейт. Улетает отсюда. Это тоже зажало. Артстайл тоже должны убить. Ну вот это успешно получилось сейчас. И это могут быть несколько минусов еще. Слушай, зацепили Дэнди. Подсейвить его абсолютно нечем. Дитя ранее может дейвить. Это минус 3. Это минус 3. И огромные деньги. Генерал должен был Т3 за это время забрать. Слушай, на самом деле вот этот мув от Дэнди, когда он заставил Спектру нажать ульт, сейчас похоронил немного. Да, да. Это ошибка. Он сам, наверное, до конца не понял, что он делает. Он думает, я ее зажму. Это же было понятно, что сейчас Спектра-то будет ультовать. И прыгать на какого-то Виспа условного, либо еще куда-то. Да, у Виспа не локей только откатился на самом деле. Неприятная ситуация для Na'Vi вышла, но в любом случае выигрывают они по-прежнему порядка 12 тысяч по золоту, 10 тысяч по экспириенсу. Генерал, выход на года. Третий некрачи. А тут, скорее всего, маны просто у года не останутся. Он даже не вышел из стана. Ну, слишком силен уже без мастер, а у Квапы недобор айтемов. Кстати, и БКБ-то его на самом деле не спасет. Сейчас появится БКБ, а что толку? Он не успеет нажать его Дорора. Не успеет, но по крайней мере некрачи не будут так... Это если нажать. Если нажать, да. А если не нажмешь, то некрачить, а также... Там на самом деле, если не нажмешь, то сам Страйк будет. Он пьюр демедж наносит. Там пофиг, да. Тяжеловато будет. Да, ну вот действительно, и вносит дисбаланс бешеный вот этот бестмастер в каждые игры, где он появляется. И все больше и больше этих бестмастеров бегает у нас по просторам доты. Очень интересно, чем это в итоге закончится. Потому что игра-то, игра задорная, игра веселая. 25-ая минута, у нас 47 фрагов сделано. Ну, конечно, катушки, катушечки у нас по дотке за последние 2-3 дня на дремлиге прям вау, прям сок. Ну да, есть что посмотреть. У нас когда имперцы играли, опять я вспоминаю, было немного скучновато. А, Вить, нам в 6 утра их в пятницу комментировать. Ничего страшного. Я же комментирую, не ты, да. Ну да, тем более ничего страшного. Выход в спину генералу. ФНГ с дайгера. Тут должны его убить. Должны, да. Вот Спектра успевает отпрыгнуть с дайгера, не успел вызывать ни кратчей, может быть сюда релакет какой-то будет. Слушай, он здесь тусовался реально 3 минуты. Ну да, пора было уже его наказать. Мне, кстати, почти хватало денег на рефрешер. Гадлайк был, внезапно. Спектра оттыщенку получила. А вот это, кстати, неплохой такой фит. Неслабо, неслабо. 1700 моментально на руках у Спектры после Монта Стайла. И она обходит Дэнди тут же в списке. Воу-воу-воу, полегче. А вот это вот серьезный был фраг. Серьезная заявочка, кстати. Это показывает то, что Дэнди последнее время не особо-то много и фармил. Из-за вот этих нескольких смертей подряд. Да, Дэнди 7-5 имеет статуи. Его действительно 5 раз убили. Прямо как-то же дофига. Да, угодно. Если что, 6 смертей. При том, что год... Всю игру где-то умирал. Ну, года фрагов там 2, да? Да, года не задалось с фрагами. Да чуть проще фраги клепать, но есть Санстрайк. Ну да. Подрор, чистую карту. Дал куда-то. Ну, засчитал, а ок тебе не засчитал. Ну, ок не засчитал. Пофиг, боже. Ну, что будет делать сейчас Na'Vi? Они по-прежнему ведут, но уже не 14 тысяч. Уже 9800. Преимущество упало. ВП отыграли довольно много, да. Ну, блин, около 4000 уже потеряно было. У нас 10-секундный Блэкинг Бар на Тине. Решил не добирать Манта Стайл. Потом доберет Манту. Должен еще Даггер появиться, Муншард. Не так долго, кстати, ему остается до полного комплекта, скажем так. С учетом скорости фармы Тине. Шесть слотов не заставят себя ждать. Да, действительно, с учетом фарма скоро все будет у него. Ну, и мека есть в Санейко. Это тоже немаловажно. Можно идти. И идут Na'Vi. Да, ревакит имеется. Смолки. Подлетят, если что, оставшиеся. Должны сейчас спрятаться в Virtus.Pro. Не должен Алоха подставляться в медля. Он подставляется. Не крочи. Алоха засейвить нечем. Погибает Алоха. Там еще каски по ноуфиру засыпают его под Маледиктом. В итоге минус. Это дает возможность попушить немного. Некрочи есть. Все фуловые. Да, сейчас отлетит немного Санейко назад. Он быстро вернется сюда. Слушай, а это заход на хайграунд. Да, это заход на хайграунд. Придется как-то драться. 30 секунд. Глиф оттянет, кажется, секунд на 5. Но что дальше? Ну, так вот вынужден улететь год. А, слушай, а что это был за ультимейт? У него уже нет Аганима. У него нет Аганима. Я не знаю, зачем он сделал. Скорее всего, чтобы спилить крипов банально. Но... Но это не особо поможет. И не под некрочами мы видим. И с виспом сейчас начинает включаться. Фортификачно уже нет. Это минус сторона, как минимум. Да, он еще Алакрити тут получает. С 4 тычек забирает ранжовый барак. И отходит. Ну, пожалуйста. Вот вам... Слушай, а добить нет? Что не добили? Ранжовый барак? Ну, не знаю, постеснялись, походу. Ну, на самом деле, оправданно. Вот Na'Vi показывает как раз-таки ту самую сдержанность. Когда незачем вот это... В предыдущей игре мы видели ошибку вот эту, когда ломанулись на топ, бескор героя. В итоге проиграли файт, проиграли игру. Здесь, конечно, они бы игру еще не проиграли. Ну да, да, да. Ну зачем нервничать, зачем спешить, действительно, если там... Ты все сделал хорошо. Поймал двоих, реализовал их ошибку на мидлейн. Все здорово. Боже, бестмастер и рефрешер. Бестмастер, а сейчас все очень круто. И генерал пошел опять искать себе жертвы. Видит он всю карту. Видит он ее просто шикарно. Наверное, нет? Не будет про генерал? Ну, тут рядом, ну, фир, года ты в соло. Там релокейт уже есть просто. Там могут разобраться. Так, смотри, что творит генерал. Его вообще не видят. Он просто им идет в спину. Они видят только что в миде. Тусуется Дэнди. Видят на топе двоих. Птица. Птица. Алоха. Неужто будет врыв в мидл? Пока врыв в мидл нет. Ставится вард. Генерал все видит. Прыгнули, прыгнули, прыгнули на артстайл. Артстайл цепляет генерал. Пока не палится генерал. Запрыгивает в спину. Алоха. Генерал дал рефреш. Но не может ничего дать. Потому что он в сайне сейчас. Даст второй ультимейт генерал. Додает он второй ультимейт. Сейчас. Это уже минус. Ноуфир. Алоха здесь тоже умрет. Йок просто испепеляет. И опалу сейчас 4000 демджа счетнет. Минус 3. В размен на одного артстайла. Пойдут. На вторую сторону. Вот тебе и два ультимейта от генерала. Отлично. Боже. Ну конечно генерал прям несут. Великолепен. Великолепен. Просто великолепен. Генерал доты просто. Был директор доты у нас. Точнее есть. А это генерал доты. Просто. Просто нам. Ой аккуратней год. Пошел E-Wall. Sunstrike. Будет ли бласт? Есть бласт минус год. Есть у него байбэк конечно. Но стоит ли его делать пока не ясно. Потому что вторую сторону ты скорее всего так и так отдаешь. Так слушай третью тоже они пойдут бить. А там кстати генерал сейчас могут убить. Сгибает просто от соло фейнг. И это кстати спектра и дэнди. Будет ли ее цеплять? Нет. Никто никому будет цеплять. Просто отходит. Бараки и два байбэка и уйти. Да. Нави опять очень уверенно и правильно действует. Ну. Ты знаешь даже прицепиться не к чему. Не к чему прицепиться. Хотя вот фиданул генерал. Да. Такая катка была. Все закинул. Просто взял. Захвалили. Но так нельзя. Кидает просто команду. Подводит. Ну как таки можно быть. Фу-фу-фу. Ну на самом деле без ошибок. Ой. Инвокер минус год после байбэка. Вот это вот. Санстрайком. Через форгида. У года сегодня не идет. Это явно. Просто сегодня не день бэкхама как говорится. И год. Хотя мы смотрели прошлую игру и там у года шло ой-ой-ой. Как бы да. А тут что-то прям. Ну возможно знаешь вот бывает день когда все не идет. Вот просто ты вроде все делаешь так же. Но вот такое совпадение. Санстрайки попадают куда бы ты ни шел и так далее. То есть. Хейтят тебя эти. На ави вот эти напрыгивают. На тебя пошел дитя раб. Подалак. Летит из-за его идил камень. А глифа-то нету. Он же сейчас будет убивать последний барак. Дитя рану тут будет. По любом случае. Релокейт. Релокейт. Дитя рану должен дотыкать этот барак. Ну и вот у нас Спектра. У ФНГ огромные проблемы. Он уже погиб. При землице просто сгорит ФНГ. Хотя подсейвило еще немножечко. Алоха. Йоку. Ну вы понимаете. Да. Что Спектра ничего сделать не сможет здесь. Good game. Well played. Not to Swinsor. И мы их поздравляем. Да. Нави едут в Стокгольм. Ну и СНГ команда на лане. Это уже. Это радует. У нас уже два участника. OG и Нави. Нави уже никак не смогут упасть. На четвертое место. Абсолютно никак. Конгратуляции им. Но их путь на этом турнире еще не закончен. Теперь они могут помочь своим коллегам. Могут помочь, а могут и не помочь. А могут просто сейчас всех отшлепать.